ПРЕМИУМ ТЕХНИКИ Согласитесь, по логике это должна была быть какая-то имба, несущая в массы нагиб за деньги, так как игра и так уже перенасыщена премиумной техникой. Только тотальная имбанутость могла бы обеспечить новой премиумной единице хоть какие-то продажи. Однако ПТЛ-02 это скорее какой-то предмет коллекции, нежели годная машина для нагиба и фарма. Начнем, пожалуй, с плюсов. У ПТЛ-02 одно из лучших орудий на своем уровне. Ну а если конкретно, то вообще, на мой взгляд, у ПТЛ-02 лучшая пушка на своем уровне. Представьте себе, по ДПМ ПТЛ-02 умудрился переплюнуть даже знаменитые итальянские 120 центов, которые слывут в игре лютой имбищей. При этом точность у этой коляски можно разогнать до параметра 0.02, что позволит вам попадать белочки в тузик с самых диких расстояний. Ну, диких по меркам игры это метров 300, может 400. Однако ПТЛ-02 проигрывает 120 центам в альфа-страйке, в то же время делая эти самые 120 центов в скорострельности на голову. Будучи заточенной на скорострельность, ПТЛ-02 заряжается чуть больше 4 секунд. Из последних же плюсов ПТЛ-02 могу заметить, что, на мой взгляд, у нее очень быстро вращается башня. Ну, а далее начинается дренющий список минусов этой машины. Самый критичный из них для ИТ-шки это заметность. Эта машина идеально подойдет тем, кто любит выделяться, быть в центре внимания. Реально, на этой тачке без внимания вас не оставит никто, потому что она светится в любых кустах с абсолютно любого расстояния, потому что она просто огромная корова. Ну, посмотрите, реально, это огромный сарайт на шести маленьких колесиках. К тому же брони у нее нету вообще. Создается впечатление, что данный вид техники в китайскую армию был заведен исключительно для утилизации личного состава путем размещения пяти солдат в этой капсуле смерти. Реально, этот ПТЛ-02 самая настоящая братская могила для пяти человек. Снаряд попадает один, трупов пять. Ну, вы знаете, Китай, перенаселение, все такое. Но заметности Тэшки не мешало бы, если бы она, как и 120 центов, была заточена на высокий альфа-страйк. То есть не на скорострельность, а именно на альфа-страйк. Чтобы выехал, юзнул перк Тихая стрельба, дал плюху и скрылся в неизвестном направлении, шелестя кустами. Но тут ситуация другая. Чтобы грамотно реализовывать весь могучий ДПМ этой машины, нужно реализовывать ее скорострельность. О том, как это следует делать, мы поговорим чуть позже, а пока переходим к динамике. Согласно ТТХ, этот полевой крематорий должен разгоняться до 32 километров за 4 с небольшим секунды. Однако, по ощущениям, разгон у ПТЛ-02 соответствует рейсовому автобусу, который перегружен пассажирами и едет в пробке. Маневренность этой жлыги также соответствует старому доброму Икарусу с гармошкой. Я веду к тому, что быстренько сдриснуть, когда враг вас обнаружит, а враг вас обнаружит, скорее всего, не выйдет. Так, как же играть на этом чуде техники? Совершенно точно могу сказать, что не имеет смысла назначать командиром этого танка Сабрину Вашингтон и прочих персонажей, заточенных на скрытность. Со всеми своими перками, полезными для мелкогабаритной техники, они вообще ничем не могут помочь этой сарайке. И вас засветят в любом случае. Лучше посадите кого-нибудь на точность или скорострельность. Я вообще Воропаева посадил и, в принципе, доволен. Оборудование советую ставить также на точность. Черт, с ней со скорострельностью. Точность этой машинке пригодится больше. Почему? Потому что ваше место в бою самое-самое дальнее. Сначала танки, потом пехота, потом артиллерия, потом машины поддержки, заград-отряд, а за ним уже вы ведете снайперский огонь из могучей ПТЛ-02. Если же говорить о тактике игры на этой тачке подробнее, то занять свои любимые имбовые кусты на ней, скорее всего, не получится. Потому что любой визелек вас тут же из них высветит, после чего вы получите несколько лещей от вражеской команды. Поэтому наиболее верная тактика игры на ней, на мой взгляд, это старый добрый подсос дамага. То есть одно из двух. Либо вы подсасываете дамаг на том фланге, на котором ваша команда атакует, то есть ведете огонь из-за спин своих танкующих товарищей, пытаясь выцеливать и выковыривать врага из-за их укрытия, давая им затрещины всякий раз, когда они выезжают для того, чтобы дать плюху. Либо второй вариант. Едете на наименее защищенный вашей командой фланг и ждете, когда враги приедут сметать тех немногих его защитников. Тогда, естественно, наступит ваш звездный час, и вы с максимально дальнего расстояния сможете этих самых врагов окучивать. По мере уничтожения ваших деферов силами наступающего неприятеля, вы начинаете откатывать и яростно блинкать по миникарте, чтобы на съедение врагу поехал кто-нибудь еще, а вы в это время снова с максимально дальнего, подчеркиваю, расстояния, накинете еще несколько снарядов. При таких условиях со своей точностью пробоем и скорострельностью ПТЛ-02 в состоянии вывести из боя довольно неплохой дамаг, ну, минимум тысячи три, на мой взгляд, если вас не сольют. Ну а далее самая хреновая новость. Как я уже не раз говорил, основная цель и смысл существования премиум техники в игре это вывозить из боя для вас ловешку. А подсос дамага дело в этом плане крайне неблагодарное. В итоге, накидав тысяч пять дамага, вы получите за бой около ста тысяч кредитов. Ну, естественно, с премиум аккаунтом и какими-нибудь бустами желательно. Так что, как премиум техника, ПТЛ-02 крайне пососная машина. И заработать на ней какие-то более-менее серьезные суммы кредитов практически невозможно. Поэтому, если у вас есть лишняя ловешка, и вы считаете, что вам нужна премиум техника седьмого уровня, берите Меркаву. Ибо порой даже самый дерьмовый премиумный танк привозит денег намного больше, чем самая прекрасная ИТ-шка. На этом у меня все. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Ну и все такое. Итоги. 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 Итоги.